МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир продолжает Ульяновские вести в студии Гульнара Шарипова. Здравствуйте! И о главном к этому часу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Завершающий этап строительства президентского моста. На Димитровградском шоссе открылся надземный пешеходный переход. Деньги поступили, а ремонт так и не сделан. Прокуратуру интересует, почему в детской школе искусств уже полгода не идут полноценные занятия. Новый год в каждый дом. Ульяновцы могут присоединиться к всероссийской благотворительной акции. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В регионе смягчают ковидные ограничения. Послабления вступают в силу уже сегодня и будут действовать все новогодние каникулы. Так, без QR-кода или ПЦР-теста можно будет посещать торговые центры во все дни недели с 8 утра до 17.00. Снимают ограничения времени работы заведений общепита и кинотеатров. При этом неизменными остаются правила для посетителей. Новогодние каникулы будут работать игровые комнаты и детские развлекательные центры при условии соблюдения жестких требований. Это дезинфекция помещения термометрия, ограничения по заполняемости объектов, а также наличие у сотрудников сертификата о вакцинации или справки о перенесенной болезни. Такое решение правительство приняло в связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе. Соболимаевость коронавирусом сократилась в два раза. На Димитровградском шоссе сегодня открылся надземный пешеходный переход. Стоимость объекта составила 53 миллиона рублей. Это завершающий этап ввода в эксплуатацию второго пускового комплекса президентского моста. Тему продолжит Максим Бажанов. Мостовой переход построили, а светофоры убрали. Для столь интенсивного участка дороги такое решение – лучший вариант. Проезд автомобилей по шоссе теперь ускорится в разы, сам участок станет безопаснее как для водителей, так и для пешеходов. Хороший объект. Я думаю, что в плане борьбы с аварийностью, он, конечно, серьезную лепту внесет, потому что интенсивное движение очень большое, пешеходов много стоит, я обратил внимание на стаконах. Мостовой переход выполнен по всем современным стандартам. Фасад из композитных материалов, есть табло, которое будет информировать водителей о ситуации на дороге. Внутри созданы все условия для передвижения маломобильных групп населения. Здесь у нас полностью соответствует всем требованиям по инвалидной доступности. Наш объект оборудован лифтами. То есть мы видим, что это новый современный объект, который позволяет распределить и обезопасить наши городские дороги, что будет, конечно же, являться благом для жителей нашей области. Стоит отметить, для дополнительной безопасности людей на объекте установлено видеонаблюдение с функцией распознавания лиц. Это позволит следить за общественным порядком на мостовом переходе. Максим Бажанов, Алексей Прохоров, Вести, Ульяновск. Федеральные деньги поступили, а ремонт так и не сделан. В детской школе искусств номер 10 уже полгода не могут начаться полноценные занятия. Деньги на ремонт учебного заведения были выделены по нацпроекту, однако подрядчик нарушил сроки договора. Как удалось исправить ситуацию, знает Эдуард Истомин. 18 пианино и два рояля серии Николая Рубинштейн. Эти драгоценные инструменты обрели кровь в детской школе искусств номер 10. Правда, за ремонт крыши с помещениями ее директору пришлось воевать. Такой казус в его жизни впервые. Здесь нет фиксатора, здесь нет скобы. Ну вот, вот такая дверь. Ремонт финансировался по нацпроекту «Культура». Лот на торгах потянул почти на 20 миллионов рублей. Тендер выиграла тольяттинская фирма. Работа поначалу шли ни шатка, ни валка, а потом и вовсе затухли. Как оказалось, подрядчик не платил своим строителям. Хотя все дети собрались, спели вон там на улице строителям, потому что в здании ремонт, на улице спели что-то дружное, все попросили дяди, строители, пожалуйста, скорее помогите нам. Ближе к сентябрю стало ясно, что подрядчик не успевает по срокам. И тогда вмешалась прокуратура. Она выдала предостережение фирмачам, но они его проигнорировали. Прокурора возбудили административное дело, его рассмотрел мировой суд. Презультатом судебных разбирательств директор общества привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф. Также по требованию прокуратуры района с данной подрядной организацией расторгнут контракт. Сказали свои слова и антивонопольщики. Они внесли горе фирмачей в реестр недобросовестных поставщиков. Теперь два года они не смогут участвовать в госзакупках. Спасибо, хотя бы с помощью этих всех мер, которые приняла прокуратура, был расторжен с ними контракт. Чем мы очень довольны, что пришли другие строители и доделали. Уже после Нового года здесь начнутся полноценные занятия. Пока преподаватели приводят помещение в порядок, им добровольно помогают родители воспитанников школы. Эдуард Истомин, Александр Рассохин, Вести, Ульяновск. За качеством петард, хлопушек и салютов в регионе организован всесторонний контроль. Вслед за спасателями по торговым точкам с огоньком пошли активисты молодой гвардии. Делают все то же самое. Проверяют сертификаты на изделия, условия продажи и хранения пиротехники. Все для того, чтобы новогодние праздники прошли зажигательно и без несчастных случаев. Суть заключается в том, чтобы проверить деятельность тех или иных организаций на их официальное зарегистрированное лицо, на наличие кассы, на наличие, как они продают пиротехнику, какого класса продают, продают ли ее несовершеннолетним и множество других моментов, которые являются, так скажем, основополагающими в продаже пиротехнических изделий. За неделю работы молодые активисты проверили 13 магазинов, пока без нарушений. В случае их выявления молодые гвардейцы направят письма в полицию. Ревизия по торговым точкам с пиротехникой продолжится. Стоит отметить, чтобы праздники точно прошли без эксцессов, спасатели рекомендуют не покупать пиротехнику на улице. Любая из стихий может негативно отразиться на качестве товара. Жители опытного поля вновь могут вздохнуть полной грудью. Спустя полтора месяца работ городской водоканал подключил новый канализационный коллектор на проезде нефтяников. Теперь в стоки спецзавода попадают напрямую в очистные сооружения без утечек. Раньше из-за износа труб проезд постоянно затопляли нечистоты. По ливневкам они доходили до жилых домов соседнего микрорайона. Переключение производилось в два этапа. Первый этап был завершен 16 декабря. Был введен в строй первый трубопровод. 21 декабря произведен второй этап переключения. На данный момент оба трубопровода работают в штатном режиме. Аварийные трубопроводы выведены из эксплуатации. Длина нового коллектора более двух километров. Он состоит из двух полиэтиленовых трубопроводов примерно одинаковой длины. Новый год в каждый дом. Регион присоединился к общероссийской акции взаимопомощи. На целый месяц волонтеры ресурсного центра «Счастливый регион» превратятся в волшебников. В образе Дедов Морозов и Снекурочек они будут дарить сладкие подарки детям, чьи родители работают в ковидных госпиталях региона. Хочу поздравить жителей города Ульяновска и области с наступающим Новым годом. Хочу, чтобы все были здоровы, счастливы, любимы и чтобы все было хорошо. Поздравления Деда Мороза уже услышали дети работников Ишеевского ковидного госпиталя, госпиталь ветеранов и войн, клинической больницы Святого апостола Андрея Первозванного и детской инфекционной больницы. От лица администрации и сотрудников больницы выражаю благодарность волонтерскому сообществу за оказанное внимание. Нам очень приятно в Новом году получить для детей сотрудников новогодние подарки. Подарить новогоднюю сказку тем, кто в ней нуждается, может каждый житель региона. К акции уже присоединились крупнейшие промышленные предприятия области, депутатский корпус. В списке мест для посещения еще 12 госпиталей. Благотворительные мероприятия продлятся до 9 января. Это Вести Ульяновск и мы продолжаем. Учитель биологии 11-го многопрофильного лицея в Ульяновске победила во всероссийском конкурсе «Воспитать человека». На отборочном этапе битвы выступали более 4000 педагогов из 85 регионов страны. Финал прошли 100 учителей. В Москве они показали себя в трех конкурсах. Публичное выступление, мастер-классы и тестирование. А уже во втором туре решали кейсы с разными ситуациями и проектировали модули программы воспитания. Светлана Миронова достойно прошла все испытания и победила в номинации «Воспитание личности». На мой взгляд, важно воспитание личности и создание тех условий, той личностно-развивающей образовательной среды, в которой ребенок может понять главные ценности, открыть в себе понимание смыслов, гармонии, важности человеческого существования на нашей планете. И самое главное для педагога – это стать примером для своего ученика. На конкурсе педагоги не только состязались, но и делились опытом воспитания гармонично развитого и социально ответственного ученика. Воспитанники авиационного колледжа стали лауреатами российской национальной премии «Студент года-2021». Награды присудили сразу в двух номинациях. Жюри оценило «Медиапроект» и «Патриотическое объединение». В четыре дня ульяновские ребята в онлайн-формате состязались с лучшими студентами России. Более 400 участников. В командах по три человека они преодолевали разнообразные испытания – самореализация, социальное проектирование, собеседование. Наша сама вся военно-патриотическая деятельность является той самой подготовкой. У нас проходили занятия по соцпроектированию, по военно-прикладному искусству, по защите нашего проекта. Мы у себя в колледже реализуем проект «75 шагов к Великой Победе», который мы как раз-таки представляли на защите на «Студенте года». Мы жили в общежитии даже во время того, как проходили испытания. Это было очень сложно. Мы спали очень мало. Мы ложились буквально в пять часов утра. В итоге в Новый год студенты Ульяновского авиационного колледжа вступят победителями самого престижного студенческого конкурса страны. В Ульяновской области подвели итоги регионального этапа театрального приволжья – фестиваля молодежных и детских театров. В нашем регионе за награду боролись 19 коллективов. Стоит отметить, несмотря на юный возраст, артисты порой брались за весьма серьезные постановки. Например, театр «Триэна» из Чердоклинского района представил спектакль о сбежавших из концлагеря подростках по американской пьесе «Апрель 45-го». Такие сложные взаимоотношения, где присутствуют обиды и подозрения, взаимовыручка и помощь, мощнейшее желание выжить. Эта пьеса, скорее всего, вызов современным мальчишкам и девчонкам. А смогли бы они так, как смогли те в те непростые времена? Из эпидобстановки в этом году свои спектакли актеры представляли в онлайн-формате, что добавляло трудностей. Но они, как известно, закаляют. В целом же, основанное в 2019-м театральное приволжье называют стартовой площадкой для творческой молодежи. И с каждым годом число участников растет. 2019-й год стал стартом, отправной точкой для данного проекта «Театральное приволжье», так как указом президента Российской Федерации Владимиром Путиным был объявлен год театром. И перед нами в этом году поставил задачу министр просвещения Российской Федерации Сергей Сергеевич Кравцов, чтобы в каждой образовательной организации был создан театральный кружок. Лучшие коллективы из регионов выступят на окружном этапе конкурса. Условия его проведения озвучат позже. Ледяное царство растопят горячие и добрые сердца. Время чудес наступает уже сейчас. По крайней мере, в это верят артисты мюзикла. Уже в эти выходные они представят на ульяновской сцене премьеру музыкального спектакля по мотивам знаменитой и трогательной сказки Ганса Христиана Андерсена. Со «Снежной королевой» одними из первых пообщались мои коллеги. На двойную заль? Нормально. В ее образе все безупречно. Утонченное платье, холодный макияж и королевские манеры. Она появляется на сцене в метель и сразу приковывает внимание. Она надеется, что однажды вновь соберет зеркало и на земле наступит. Вечная зима. Одно таинственное заклинание – и вы попадаете в волшебный мир, где растут говорящие цветы и мерцает огнями северное сияние. История о любви и отваге маленькой девочки Герды. Ее доброе сердце способно растопить лед и спасти заколдованного брата. Он очень яркий. В нем очень много красивых режиссерских задумок. Будет интересно и детям, и взрослым. Благодаря интерактивному экрану зрители буквально погружают в водоворот событий. На сцене артисты не просто рассказывают сказку. Главные герои участвовали в создании этой музыкальной постановки. Танцы и вокальные партии репетировали сутками, чтобы за один час маленькие зрители научились верить в себя и в новогоднее чудо. Вот, 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 новое, что дано нам ждет. Вот, 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 новое, что дано нам ждет. Кристина Агафонова, Марина Тимофеева и Дамир Губеев. Вести. Ульяновск. В ПФУ появится аудиовизуальный альбом «Музыка при Волжье». Округ стал первым в стране, где создали свою уникальную мелодию. В основу композиции легли преобразованные специалистами роскартографии, значения высот различных географических объектов регионов, звуковые колебания. Полученные таким образом 14 отдельных композиций стали единым музыкальным произведением «Музыка при Волжье». На радио и по телевидению можно будет услышать тизеры с фрагментами композиции, передающей аудиовизуальный облик Ульяновской области. А всю красоту музыки и ландшафтов родной земли можно будет увидеть на сайте аппарата полномочного представителя в ПФО. Премьера композиции состоится 27 декабря. Это все новости на сегодня. Я же с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Сейчас в Ульяновске минус 18. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 73%. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...